Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова, и добро пожаловать на мой канал, где я вам говорю о русской грамматике и лексике только на русском языке. Если вы понимаете много, молодцы! Супер-супер! А я вас поздравляю с Новым годом, 2020 год, ура-ура! И я надеюсь, что вы будете активно изучать русский язык в этом году тоже. Я была на Новый год в Москве, это было просто супер! И если вы в моём клубе «Русская дача», то вы можете посмотреть маленькое видео, где я говорю о моих впечатлениях, то есть, что я думаю о Москве. И у меня только очень хорошие впечатления об этом городе. Приходите в мой клуб и получайте видео и подкасты каждые пять дней. А сегодня у нас у меня вопрос от Джеффри из Инстаграма. Спасибо большое, Джеффри, за вопрос! Очень хороший вопрос! Это какая разница между «я завидую» и «я ревную»? Очень-очень интересно! «Я завидую» и «я ревную». Потому что в английском и во французском это одно слово. «Я завидую», «я ревную». В японском, думаю, нет, но в русском тоже нет. «Я завидую» и «я ревную». Хорошо. «Я завидую тебе», «я завидую тебе», дательный. Это значит, у тебя есть что-то хорошее, вещь или ситуация, и «я хочу» тоже это, «я хотела бы» тоже это. Например, вы работаете, у вас не было каникул уже давно, и вы видите фотографию, например, в Инстаграме или в Фейсбуке ваша подруга на экзотическом острове, например, на Мальдивах или на Бали, на пляже пьёт коктейль. И вы можете написать «А, я тебе завидую», «завидую тебе». Значит, «А, я хотела бы, я хотел бы тоже быть на пляже, пить коктейль, но я должен в офисе работать, на улице серая погода» и такая ситуация. Или, например, я была в России, в Москве, и там было тепло, и почти не было снега, только один день шёл снег чуть-чуть. И когда я вернулась в Париж, я живу в Париже, на следующий день мой папа отправил мне фотографию, и там много-много снега. И он сказал «О, ты улетела, и снег выпал». И я написала «А, я завидую, я завидую, значит, «А, я тоже хочу снег». Почему? Почему не было снега, когда я была в Москве? Я завидую. А да, есть очень-очень хорошая фраза. Если вы хотите тоже эту ситуацию, но вы хотите сказать человеку, что ваши эмоции позитивны, что вы не хотите плохого, вы можете сказать «Завидую тебе белой завистью». Очень интересная фраза «Завидую тебе белой завистью». Зависть – это когда мы хотим получить, что есть у другого человека, но белой значит «хороший». «Завидую тебе белой завистью». Это значит «Я тоже хочу эту ситуацию, но я рад за тебя». Это завидовать. И если человек часто завидует, если он, когда видит что-то хорошее у других людей, если он или она не рад, а наоборот – это завистливый человек. Он завистливый человек. Например, я не люблю дружить с завистливыми людьми. И я сама независтливый человек. Когда у человека, у друга, у подруги что-то хорошо, что-то хорошее, наоборот – я рада. И это тоже может меня мотивировать. «А, я тоже так могу, я тоже так хочу». Завистливый, независтливый. Значит, вы поняли. Завидовать – это когда вы хотите получить вещь или ситуацию. Теперь «Я ревную». Интересно, «Я ревную». «Я ревную тебя». «Я ревную» – это когда есть эмоции, любовь, когда вы хотите получить человека. Это интересно. «Я ревную». Например, «Я ревную мужа к коллеге». «Я ревную кого? К кому?». Это когда вы думаете, что этот человек, он не весь ваш, он должен быть ваш. Ревновать. «Я ревную». Она ревнует друга к... Можно сказать, к работе. Например, можно сказать к работе. Это значит, что он много на работе, и она хочет больше его времени. Например, человек, который ревнует сильно – это ревнивый человек. Ревнивая женщина, ревнивый мужчина. Например, я не очень ревнивая. У меня есть молодой человек. Я знаю, какой тип женщин – это его тип. И если я вижу, что он говорит с девушкой, и я вижу, что это его тип, я могу чуть-чуть ревновать. Но если я вижу, что это не его тип, тогда я не ревнивая. И вообще я, если я не вижу ситуацию, я не ревную. То есть, например, если он едет с друзьями, вместе с мужчинами, с друзьями в путешествие, я не ревную. Мне неинтересно, что там. Я не ревнивая. Но если я вижу что-то, я ревную. То есть, ревновать – это я хочу получить любовь человека, больше любви. Ревновать. И у нас есть такая фраза в русском языке «ревнует значит любит». Это такой философский вопрос. Если человек ревнует, это автоматически значит, что он или она любит, или нет. Значит, ещё раз. Завидовать. Я завидую тебе. Это я хочу получить вещь или ситуацию, которая у тебя есть. Я ревную тебя. Значит, я хочу получить больше тебя, больше твоего времени. Я не хочу, чтобы ты говорил, чтобы у тебя были романтические отношения с другими людьми. Вот, дорогие друзья, я надеюсь, что вы поняли. Пишите примеры. Лайкайте, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. И пишите примеры. Например, я завидую подруге, потому что... Я ревную мужа, я ревную жену к... Ля-ля-ля. Хорошо? Пишите, практикуйте. Вот, если вам нравится моя работа, мне очень нравится её делать, если вам нравится смотреть мои видео, слушать подкасты, вступайте в клуб «Русская дача», покупайте мои книги, упражнения на транскрипции очень полезные, упражнения на перевод. Очень полезные, транскрипции. Вот, жду вас на моём канале, на сайте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok